Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. Что ж, не будем тянуть резину и перейдем сразу к главному. Lexus представил обновленный LC500, Virus Alien 988, Superbike по цене Audi RS4. Новая BMW 7 серии G70 получит две модели от М-подразделения. Lexus представил обновленное купе LC500. На самом деле, слово «рестайлинг» довольно трудно применить к этому автомобилю, ведь каких-то серьезных изменений это обновление с собой не принесло. Но кое-какие улучшения все же есть. Отныне в компании предлагают новые оттенки для кузова и интерьера, а также фирменные 20-е диски, которых раньше не было. Также автомобиль стал на 10 кг легче и обзавелся новой системой прохождения поворотов. А подвеска и коробка передач получили новые настройки, призванные сделать автомобиль более комфортным. Во всем остальном перед нами все тоже двухдверное купе с плавными линиями кузова, огромной решеткой радиатора в виде песочных часов и задними фонарями с декоративными потеками. По технической части также никаких изменений. Как и ранее, автомобиль предлагается с 5-литровым атмосферным V8 с отдачей в 477 сил после 7000 оборотов в минуту и крутящим моментом в 530 ньютон-метров. В паре с 10-ступенчатым автоматом и задним приводом двухдверка набирает первую сотню за 4,7 секунды. Для клиентов, состоящих в партии зеленых, предлагается гибридная версия с 3,5-литровой турбо-шестеркой и электромотором. Такой вариант комплектуется 4-ступенчатым автоматом и выдает 359 сил и 348 ньютон-метров крутящего момента. Первая сотня гибриду дается за 5 секунд ровно. Обновленный Lexus LC поступит в продажу уже в начале следующего года. Это BMW M5 – один из лучших представителей своего сегмента. Благодаря роскошному салону и технологичности эту модель относят к премиальному сегменту. А это Virus Alien 988 – еще один представитель премиум сегмента. Только в мире мотоциклов. Это новое творение итальянских мастеров, которое действительно впечатляет своим внешним видом. Острые грани, стремительный силуэт и огромное количество карбона. Из этого материала здесь выполнено практически все, что только можно, начиная от ультрадорогого карбонового обвеса и заканчивая 17-ми колесными дисками. Но главной гордостью инженеров является новая рама. Она полностью выполнена из магния, что придает ей легкости и в то же время небывалой жесткости. Подобному проекту нужно и соответствующее пламенное сердце. И оно здесь есть. Это 1,3-литровый мотор производства Ducati с жидкостным охлаждением. Он комплектуется шестиступенчатой коробкой передач с мокрым сцеплением и выдает 205 лошадиных сил после 10,5 тысяч оборотов в минуту. Ну а теперь главный вопрос. Это цена, которую итальянцы пока не раскрывают. Но по слухам, стоимость двухколесной фурии составит 90 тысяч долларов. За эти деньги можно купить ту же Audi RS4. Но нужно понимать, что автомобиль никогда не подарит тех ощущений, которые вы получите, проехавшись на этом инженерном чуде. Новое поколение BMW 7 серии в кузове G70 получит сразу две модели от М-подразделения. Об этом стало известно благодаря недавнему отчету издания BMW Blog, в котором также указывается вся моторная линейка будущей новинки. Но давайте обо всем по порядку. Итак, новое поколение BMW 7 серии в кузове G70 будет предлагаться как с традиционными моторами, так и с гибридными агрегатами. Для фанатов ДВС будут доступны две версии. Это 735D с трехлитровой дизельной шестеркой и 740i с трехлитровой бензиновой шестеркой. Никуда не денется и версия 745i с гибридной силовой установкой, которая доступна и в нынешнем поколении. А вот дальше начинается настоящий каламбур. По слухам, в новом поколении будут доступны сразу две модификации от М-подразделения. Первая – это М750i с трехлитровой рядной шестеркой и электромотором. Судя по всему, эта модификация придет на смену нынешней BMW 750i с 4,4-литровым V8. По слухам, отдача этой версии превысит 500 лошадиных сил. Второй модификацией окажется версия i7-M60 или MI7, или как там ее назовут в BMW. Эта версия придет на смену нынешней M760 Live. Это будет полностью электрический вариант с двухмоторной установкой и отдачей в 650 сил. Мы рассказывали об этой версии более подробно в предыдущих выпусках. Если верить слухам, то флагманская версия получит 100 кВт батарею и запас хода в 640 км. Также в отчете говорится о двух полностью электрических версиях i740 и i750. Первая якобы будет оснащаться одномоторной установкой и задним приводом, а второй вариант получит полный привод и два электромотора. Если все вышесказанное окажется правдой, то в следующем поколении семерки нас ждет настоящая смена понятий и восприятия компании BMW как бренда в целом. В общем грядут большие перемены, ребята, и нужно к ним готовиться. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и не забывайте о нашем инстаграм, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok